как выглядят жены уральских пельменей дмитрий соколов андрей рожков дмитрий брикоткин вячеслав мясников и другие веселые мужчины команды здравствуйте барак я всегда считал что я управляю миром на самом деле миром управляет другой человек уважаемый барак камушки сказали что вам нужно начать заниматься дзюдо и играть ночью в хоккей и может быть может быть тогда у вас получится управлять хотя бы областью подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя с первой женой натальей основатель команды квн уральские пельмени дмитрий соколов познакомился еще в стройотряде в браке родились двое детей сын александр и дочь анна отношения супругов разрушили бытовые проблемы и постоянные разъезды дмитрия тогда наталья поставила его перед выбором или она или квн он выбрал карьеру однако они сохранили дружеские отношения в 2006 году на встрече студенческих команд квн юморист встретил свою новую супругу ксению ли история любви дмитрия началась во времена когда он был уже знаменитым и сидел в жюри в клубе веселых и находчивых ксения ли выступала на сцене дмитрий сразу же обратил свое внимание на энергичную и обаятельную казашку а искрометные шутки ксении казалось ранили его в самое сердце дима жаждал общения но увы пообщаться ближе им не удалось следующая встреча состоялась гораздо позже в сочи общий знакомый пригласил их обоих в гости в шумной толпе гостей дмитрию было сложно уединиться с ксении и он напрямую предложил ей пожить у него она конечно же отказалась неподобающе молодой девушке жить у малознакомого мужчины который годится ей в отцы но настойчивое ухаживание и доброта дмитрия в отношении ксении сделали свое дело уже через год пара стала жить вместе коллеги по цеху завидовали соколову урвать такую красотку на старость лет было большой удачей свадьба сыгранная в екатеринбурге в 2011 году на родине дмитрий была зажигательная и веселая невеста не оторвать глаз от ослепительной красоты дмитрий поклялся ксении что она ни в чем не будет нуждаться и обещание свое сдержал сначала купил ей шубу затем пара приобрела автомобиль а сейчас они всей семьей живут в большом и светлом доме в 2012 году у пары родилась первая дочь по имени маша папина радость и отрада нужно заметить что у дмитрий это уже третий ребенок а вот у ксении первенец в 2012 году ксения родила мальчика окрестили его иван а в 2017 году на свет появилась соня вторая дочь в этом замечательном браке мы живем с тобой любовь для совет лишь на меня у тебя аллергии нет от меня у тебя вылезают дети сейчас ксении 32 года и разница в 23 года не помеха для влюбленных они идут по жизни вместе разбавляя свой быть шутками и весельем и несмотря на постоянные малоприятные сплетни вокруг пары на них приятно смотреть ксения всегда сопровождает дмитрия на гастролях вносит свои коррективы в сценарии выступлений неизменно сидит в первых рядах в концертном зале дмитрий брикоткин познакомился с екатерина еще в студенческие годы а в 1995 году поженились и спустя два года родилась дочь насти дмитрий хотел сына но вот вторым ребенком в семье снова стала девочка по имени елизавета из-за постоянных разъездов дмитрий иксаю сдал трещину и в 2017 году супруги окончательно расстались у дмитрия появилась новая семья но свою вторую жену от общественности он скрывает мало кто знает кто она и чем занимается зато в 2018 году стало известно что у пары родился сын андрей рожков бывших у друг команды квн уральские пельмени андрей рожков женился на своей подруге эльвире после шести лет отношений с эльвирой андрея познакомили общие друзья эльвира сама творческий человек она профессионально занимается изготовлением витражей и посуды из глины ее работы пользуются спросом занимается этим она давно и уже успела зарекомендовать себя как хороший специалист их друзья наверное не думали что простое знакомство андрея и эльвиры для них обернется целым браком правда к браку дело подошло не сразу молодые люди долго не решались на этот шаг через шесть лет пара поженилась супруги всегда хотели и сына и дочку но получилось так что у андрея эльвиры появилось три замечательных сына семён петь и макар когда их семья стала совсем большой они решили оставить свою квартиру которая стала мала для пятерых членов семейства и присмотрели для себя жилье побольше вячеслав мясников познакомился со своей красавицей женой надежда еще в институте они оба учились в уральском лесотехническом университете она играла в факультетской команде к в н а он в межвузовской она запомнила его как очень плохо одетого юношу вячеслав приехал из деревни а она как девочка городская и модная сразу заметила о грехе в стиле стоит такой с папочкой в пиджаке на два размера больше но улыбка меня убила наповал мне надежда сразу понравилось очень вспоминает вячеслав блондинка яркая до сих пор мне нравится в 2011 году у мясниковых родились близнецы константин и максим надежда пожертвовала своей карьерой и стала домохозяйкой она полностью посвятила себя семье и воспитанию детей сам же мясников сознался надя умнее меня в два раза у нее два высших образования техническое и экономическое поэтому я с ней всегда советуюсь и соглашаюсь сергей исаев официальный статус сергея исаева разведен что конечно не означает что он одинок первой женой сергея была его коллега квн щица из астрахани но через несколько лет после брака молодые артисты развелись второй спутницей жизни сергея стала девушка с которой он познакомился в одном из модных столичных клубов и ирина не работает в 2013 году она родила первого сына а через три года второго сергей ершов 25 лет назад в девятьсот четырнадцатой комнате в общаге мединститута я познакомился с одной девушкой и выпил с ней тогда восемь чайников чая с тех пор я с ней пью ем сплю рожаю детей путешествую делаю с ней все то что называется счастьем артем пушкин самый молодой участник любимой россиянами команды также является и автором многих шуток а личной жизни артема известно только то что он связал себя узами брака в 2005 году жена не работает а занимается домом и детьми ведь их у нее двое татьяна ярица бракосочетание максима ярицы которого в команде прозвали к утилой и его возлюбленной татьяны состоялась в 2000 году в семье шоумена растут двое детей сын и дочь роман поставалов а личной жизни комика известно очень мало роман женат но личность супруги он держит в секрете очень предан ей и считает ее главной женщиной в своей жизни у поставалова есть дочь фото с ней появляются в инстаграме данила питков родился 21 марта 1986 году в челябинске это моя жена оля это мой сын баня и сейчас мы проведем для вас актуальную зарядку и так первое упражнение дыхательное сахарением зарплаты отлично раз два три четыре ближайший магазин за на уборе с пустыми полками у каждого возле дома есть такой магазин сергей калугин женат много лет жену и дочь артист старается оберегать от назойливого внимания поклонников александр попов родился 23 июня 1972 года в екатеринбурге команде с 1997 года после ухода из к в н стал основным автором юморин шоу на сцене почти всегда молчит но делает это очень смешно александр тщательно оберегает свою личную жизнь от публичности известно лишь то что у актера есть жена и дочь илана юрьева илана замужем первым ее избранником был солист группы on 2 антон юрьев из-за сложности в произношении ее девичьей фамилии она начала под фамилией мужа после семи лет совместной жизни молодые люди разорвали отношения затем в одном из ресторанов москвы она встретила своего нынешнего супруга предпринимателя дмитрия дылдина по словам актрисы они полюбили друг друга с первого взгляда и сразу же в шутку приступили к планированию будущей свадьбы после знакомства около года они жили гражданским браком а затем оформили свой союз официально в апреле 2015 года у них родилась дочь диана ради малышки супруги переехали в подмосковье чтобы она дышала свежим воздухом но от работы актриса не отказалась по ее признанию без выброса творческой энергии она становится невыносимой и начинает всех терроризировать воспитывать дочь им помогает няня филиппинкой бабушки так как у ее мужа фамилия тоже оказалась не сценической она оставила фамилию от первого брака подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя